Игровая архитектура Мы вам отдаем реализованным с нашей стороны Отмечаемся на портале, как обычно Для того, чтобы подготовиться к лекции Вам, как всегда, нужно вычкрутить нашу новую ветку с лекцией 0.9 И зарефрешить проект Gradle Итак, еще раз Мы проходимся по клиенту сначала До этого узнаем, из каких компонентов у нас все состоит Смотрим, что такое модель времени игровая Как у нас тикают объекты И что вообще такое функция тик Разбираем клиент-серверный протокол Как мы будем взаимодействовать между этими компонентами И уже дальше ставим задачу на наш проект Давайте посмотрим с самого верха на наш проект У нас есть какой-то клиент Веб-клиент Это наш браузер с большой вероятностью Либо браузер на PC, либо браузер на мобилке И он общается с некоторыми компонентами Которые у нас где-то развернуты в облаке Это наш фронтенд, это наш гейм-сервер И некая база данных Которые хранятся, вещи, которые между сессиями у нас общие Игровыми сессиями Соответственно, мы из браузера общаемся Протоколу HTTP сначала, когда как-то предварительно Коннектимся в игру А внутри игровой сессии мы уже общаемся По протоколу WebSocket Давайте разберем задачи игрового сервера Что он должен делать и в каком порядке То есть смотрите, у нас есть клиент Что происходит на клиенте? Если это браузер То происходят некие клики, нажатия на клавиши Какие-то перемещения курсора Соответственно, на все эти события можно каким-то образом реагировать Наша с вами задача получить на бэкэнде Вот эти вот input данные от наших пользователей Именно те, которые нас интересуют То есть отфильтровать вот этот стрим, который идет от пользователя Отправить его на клиент Дальше провернуть некую игровую механику И отправить игроку текущее состояние игры После того, как совершится вот эта обработка всей игровой механики Давайте рассмотрим Вот на этой картинке У вас хорошо она должна отображаться Здесь цвета, к сожалению, не передаются Рассмотрим то, что уже реализовано Либо добавлено в материалы этой лекции У нас есть некие клиенты Это игровые сессии Или просто открытые клиенты Сейчас разберем, в чем разница Что в первую очередь они делают Они идут в какой-то матчмейкер Матчмейкер — это сущность игрового сервера Которая должна собрать игру То есть если вы играете на четверых человек Она должна каким-то образом из массы уже законнеченных Или игроков, которые сказали вам, что хотят играть Выбрать четверых Отправить их в отдельную игровую сессию И эта игровая сессия уже будет играться Соответственно, такой функционал у матчмейкера Все общение с матчмейкером происходит по протоколу HTTP То есть мы что-то отправили, получили ответ И дальше, соответственно, идут какие-то действия По принятию этого ответа Соответственно, матчмейкер общается у нас С игровым сервисом Игровой сервис — это такая штуковина Которая создает у нас конкретные инстансы игр В которые уже те, например, 4 человека Бегают, что-то делают, ставят бомбочки И прочее, прочее, прочее Давайте теперь разберемся, что у нас есть в игре Есть некий тикер Который проворачивает события в постепенно Каждую какую-то отсечку по времени Например, каждую секунду или каждую долю секунды Он выполняет какие-то действия В данном случае это просто какая-то функция Tickable tick То есть все объекты, которые умеют тикать Или умеют обновляться Можно называть как угодно Он их обновит С учетом того, сколько вообще времени прошло Вот У нас также есть такая штука, как Connection Handler Connection Handler — это то, что держит наши Connection на игровом сервисе И перенаправляет В момент, когда мы собрали игровую сессию Перенаправляет весь поток ввода игроков Уже в конкретную игровую сессию Дальше задача игровой сессии Каким-то образом сегрегировать эти input-данные И их обработать В данном случае какие у нас бывают input-данные Это какое-то перевещение Например, игрок 1 идет вправо Или игрок 2 идет вверх Или игрок 1 ставит бомбу Или еще что угодно Вот Все вот это вам приходит на В вашу очередь input-а Который вы должны каждый тик Соответственно разгребать То есть, как было сказано в предыдущем слайде Мы сначала берем весь input, который у нас накопился Релевантно И его преобразуем, проворачиваем В новое состояние объектов После чего у нас в ход вступает репликатор Репликатор это такая штуковина Которая вам на клиент отправит текущее состояние всех объектов А почему всех? Кто-нибудь понимает? Можно что-то лучше придумать? Что-то лучше сделать? Почему бы не отправлять только обновившиеся объекты? Вот да А какие объекты обновившиеся? Что значит обновившиеся? То есть, что обновляется? Игроки, бомбы, еще? Ящики уничтоженные Ящики уничтоженные То есть, да, соответственно, это разумная идея Оптимизация реплики — это хорошая вещь Мы по умолчанию не даем вам оптимизированную реплику Это можно сделать в момент, когда вы будете делать игру То есть, это один из тасков дополнительных Оптимизировать реплику То есть, отправлять как можно меньше данных Каждый раз клиента на сервер, сервера на клиент Это уже от вас зависит, будете вы это делать или нет Но это хорошая идея То есть, соответственно, вы можете каким-нибудь образом Триггерить именно те объекты, состояние которых вам нужно отправить А дальше уже их отправлять только Но при этом вам придется вносить соответствующие изменения на клиент То есть, в JavaScript, который я вам чуть позже покажу Это значит, что вам придется каким-то образом ему объяснить Что вот раньше он получал всю реплику А теперь не всю Вам придется объяснить, какие объекты И что с ними случилось Соответственно, таких игровых сессий может быть много на сервере Сколько это уже зависит от того, какие нагрузки ваш сервер может поднять То есть, еще раз, смотрите У вас есть некоторые соединения от клиентов Например, их 4 штуки Этого нам хватает на 2 игровые сессии У вас как-то connection handler перенаправил ваши потоки ввода-вывода На конкретную игровую сессию То есть, игроки что-то там нажимают Это отдается в обработку И им назад поступает реплика До момента, когда игра формально считается законченной То есть, игрокам выдается какое-то сообщение о том Что все, вы победили или вы проиграли Вы можете нажать кнопку реплей или что-то типа того И, соответственно, эта геймсессия через некоторое время убивается Многопоточность Такое слово интересно Все происходящее внутри игрового сервиса Происходит в некое количество потоков Это поток не один Что тут важно знать? Что для каждой игры характерно следующее Что много потоков обрабатывает пользовательский ввод Один поток обрабатывает игровую механику И еще много потоков отдают назад реплики То есть, бродкастят реплику назад на клиенты Более детально, какие потоки будут отвечать за что Соответственно, мы увидим в материалах следующей лекции Там подробно расписано, что за что отвечает Как и где нужно или не нужно синхронизироваться Это тема довольно отдельного большого разговора Но вот что вам нужно знать Например, у нас на сервере 4 игровые сессии Сколько будет потоков примерно? Давайте придумаем вот с этими условиями Давайте, математика простая 4 умножить на как минимум несколько трэдов Допустим, у нас по 2 игрока 2 трэда здесь 2 трэда бродкастят 5 и 4 — 20 Ну, допустим, одного достаточно на каждого пользователя В данном ситуации То есть, x5 примерно на игровую сессию Для двух игроков Ну, а теперь давайте еще вспомним Что у нас есть еще какие-то служебные потоки Например, которые на garbage collector пойдут Еще которые генерят все это вот Все геймсервера и прочее, прочее, прочее Итого наберется, ну, может, 25 на 2 игры Примерно Это чтобы понимать, какое у нас вообще количество потоков будет Примерно в нашем приложении Да, да Ну, стандартная закономерность — это То, что вы знаете, сколько у вас, соответственно, ядер На тачке И примерно столько же должно быть трэдов Или как минимум релевантное количество ядер Количество трэдов Да Вот мы с чатом работали на веб-сокете Хорошо Когда мы коннектимся, он создает сам новый поток Или мы должны создавать сами поток для обработки входящего сокета Во-первых, зависит от реализации Соответственно, когда у вас есть сервер Соответственно, он каким-то образом обрабатывает коннекшены То есть, что вы делаете с этим коннекшеном зависит от вас Просто вот, ну, да, я понимаю, что Но в частности веб-сокет, который в спринге мы использовали Он создает, сам создаст поток для обработки И будет сам работать с ним Или мы вручную создаем новый интернет, раннабл Так, я, наверное, не совсем понимаю вопрос Ладно, мы можем перерывы обсудить Но будет создано какое-то количество служебных потоков Которые это все разгребают Вот, то есть у тебя есть библиотека У тебя есть несколько стандартных вещей У тебя есть, во-первых, стандартный пул Во-вторых, есть еще какие-то пулы служебные То есть из каких-то из них будут выделены потоки Которые это все будут обрабатывать И зависит от настроек какое количество Итак, у нас будет много потоков Каждый из них будет отвечать за какую-то свою область Нашей игры И мы будем уже в материалах следующей лекции Разбирать, какие конкретно нужны Давайте теперь посмотрим на наш игровой клиент Игровой клиент лежит в отдельном репозитории Это HTML5 проект Там есть JavaScript И там есть работа с Canvas С Canvas через отдельные библиотеки JS Весь код, примерно который доступен В репозитории, который используется в проекте Кроме одной библиотеки, я о ней скажу Делайте checkout этого проекта Соответственно, вам нужно сделать форк Из Atom Bumberman Frontend Из моего GitHub Соответственно, форк Там вот адрес urla, который нужно клонировать И сейчас мы с вами примерно посмотрим Посмотрим, что там есть Соответственно, Atom Bumberman Frontend Примерно так выглядит структура нашего приложения Здесь есть сорцы В папочке WebUp Там есть CSS Какие-то изображения, ассеты И JavaScript И, соответственно, единственная страничка Index.html Если открыть это все в браузере Будет выглядеть примерно вот так То есть у нас появится какое-то поле И там девочка с кнопочкой play У меня игра сейчас поднята на двух человек Я вам сейчас быстренько покажу Что вообще тут происходит Вот, у меня есть человечек Который может ходить, ставить бомбочку Но поскольку у него, видите, еще бомба в руках Он через какое-то время взорвется сам Ему напишет game over А во втором клиенте, соответственно, напишет Вы победили Примерно это так все устроено Сейчас мы будем разбираться, что вообще на этом одностраничнике есть Смотрите Выкачали, во-первых, репозиторий? Кто еще не выкачал? Все, давайте я тогда рассказываю А вы чекаутите Репозиторий будет довольно много обновляться В течение некоторого ближайшего времени Потому что наверняка есть какие-то Фронтендовские баги Или вы захотите каких-то фич от нас Вы можете их запрашивать Скорее всего, мы довольно быстро будем отвечать на эти запросы Как показывает практика Смотрите, из чего состоит наш проектик Во-первых, на эту страницу подключаются Три общедоступных библиотеки Они находятся в нашем проекте в папочке external Сейчас я вам ее покажу Вот, gs, external А именно это preload.js и sl.js Соответственно, одна из них нужна Для того, чтобы загружать ассеты Это preload.js И sl.js нужна для того, чтобы более-менее удобно оперировать с канвасом нашим Есть еще bootstrap Это библиотечка общего назначения Она выкачивается с Google API Вот декларации всего Есть у нас jQuery В общем, достаточно простые инструменты только И вот дальше идут скрипты, которые уже написали мы Это какие-то утилиты Это наш игрок Верну назад Это наш игрок Это бонусы Это некие тайлы Огоньки И прочее, прочее, прочее И дальше еще такие сущности, как сервер-прокси И кластер-сеттингс Интересные Чуть ниже, соответственно, у нас идет декларация нашего канваса Вот, можете ее здесь видеть Это какой-то дивчик И в нем дергается функция загрузки из Game Engine Сейчас я вам более подробно это все покажу Если вам в какой-то момент становится непонятно Сразу спрашивайте Что важно Вы должны понимать примерно 50% Как минимум из того, что здесь происходит То есть здесь нет никакой магии Есть просто некое количество кода на JavaScript Возможно, не всегда понятного Но по большей части там нет ничего сложного Давайте начнем разбираться с такого классика, как cluster-settings.js Посмотрим, что у нас здесь есть То есть здесь есть какой-то объект cluster-settings, который сделан через прототайпы на JavaScript Что это такое, вы либо знаете, либо можете достаточно быстро прочитать Это такая аналогия объектно-ориентированного программирования на JS Зачем все это нужно? Вот это точка, в которой вы описываете, как устроен ваш кластер Либо вы поднимаете это все на localhost, либо вы идете и говорите, на какой машинке вы все это подняли То есть где у вас находится матчмейкер, где у вас находится геймсервер и прочее, прочее, прочее Соответственно, есть функции, которые вам возвращают URL игрового сервера и URL матчмейкера Тут все достаточно просто Пойдемте в следующее Соответственно, мы видели немножечко игры Из чего она состоит? Вот это экранчик меню То есть здесь у вас есть одна лишь кнопка с надписью play и девочкой Соответственно, за ней находится какой-то бэкграунд И на этом бэкграунде иногда появляются тайлы То есть как иногда, а именно когда начинается ваша игра Давайте рассмотрим, как это примерно описано в нашем коде То есть что у нас есть? У нас есть вот, например, меню Меню — это какая-то штука, которая состоит из элементов В данном случае это элементы, это ваша кнопочка, это ваша надпись play И вот тот рисунок девочки, который там есть Соответственно, их нужно как-то отрисовать И меню может быть видимо, а может быть невидимо Соответственно, у него есть такая штука, как polyvisible И еще иногда хочется его скрыть в тот момент, когда уже все плееры подконнектились И мы стартуем игру Соответственно, можете вот это чуть-чуть почитать, что здесь написано Здесь, соответственно, есть процедура, единственная, которая имеет для вас большое значение Если вы захотите что-то поменять Это отрисовка стартовой клавиши Start button И выставление курсора Так, соответственно, есть у… Какой вы видите самый большой недостаток в этом файлике сейчас, по крайней мере? Что тут плохо? Вы, если вычекали, можете в него пойти Это файлик называется menu.js Вот смотрите, вот этот экранчик Что вас на нем смущает больше всего? Например Вы ревьюете этот код Что? Значение в пикселях Значение в пикселях Ну и не в процентах Во-первых, тут куча магических констант Это вообще антипаттерн большой И с этим надо как-то бороться Соответственно, у вас есть возможность Каким-то образом сгруппировать эти объекты И по-человечески это отрисовать Это тоже одна из фичей, которые можно в игре реализовать Еще из интересного Видите, вот здесь надпись Game Over Она находится в довольно странном месте Без какого-либо смещения и всего прочего Это сделано для того, чтобы, если вы захотели Вот это первая точка входа Где вы можете начать что-то модифицировать То есть, что хорошо бы было сделать Хорошо бы было поставить ее по центру Сделать ее как-то красиво И отображать это, соответственно, красиво Так, это меню После того, как вы нажали уже в меню Play У вас должен Должна уже начаться игра Соответственно, за это отвечают еще Файлик, который называется input.js и game engine Что здесь есть? У вас есть некоторые биндинги кнопочек На какие-то экшены Вот, например, у вас есть escape, jump, bomb И какие-то контролы для того, чтобы ходить Соответственно, при нажатии каждого из этих контролов У вас будет вызвана какая-то функция Какая-то реакция на нажатие клавиши И после этого будет сгенерировано сообщение Которое будет отправлено на ваш бэклент Раз уж я заговорил о сообщениях Давайте посмотрим, какие они бывают У вас есть файлик message.js Что вообще такое сообщение? Сообщение — это Тема и его содержание Какие темы вы бы выбрали? Вот, для нашего общения Что могло произойти? Вот, ладно, не буду вам задавать этот вопрос Я вам лучше расскажу Тут не так много всего Соответственно, у меня есть topic move То есть какое-то передвижение И есть в нем полечка data И в полечке data есть направление Direction Вот такой у нас темплейт сообщения о перемещении В какой-то момент вы засовываете в него действительно ваш direction И делаете из этого всего строчку JSON И отправляете на сервер Соответственно, есть еще одно событие Это установка бомбы PlantBomb Там нет никакой даты Просто вы отправляете это сообщение А почему там нет никакой даты, как думаете? То есть, вот, просто вы фактически отправляете сообщение Голое, у которого только есть topic Что кто-то положил бомбу Почему нам ничего не нужно? Потому что мы кладем в то место, где игрок сейчас находится А что было бы, если бы вы сюда, например, координаты в дату передавали? XY Что? Ну, например, нам не жалко Давайте передавать Что в этом плохого? Ну, клиент вам как-то сгенерит Данные отправят Плохого в этом примерно следующее Что клиента ваш можно хакнуть И можно отправлять любые данные Если вы их передаете и никак не валидируете То есть, соответственно, избыточность в данном случае даже опасна Если вы передавали какие-то координаты Конечно, в нашем теплом ламповом примере Это не имеет значения Но, в принципе, клиенты достаточно часто хачат И здесь еще есть экспериментальная фича прыжков Честно говоря, она не до конца сейчас поддержана Но на клиенте вы можете ей заняться, если вам это интересно То есть прыжки нужны для того, чтобы перепрыгивать Как ни странно, какие-то препятствия Вот Как они работают, будет зависеть от вашего бэкэнда Соответственно, что вы делаете? Вы просто отправляете сообщение, например, с топиком Jump И дальше происходит что-то А что уже определяет ваш бэкэнд? Вы можете как-то переместиться Либо ничего не произойдет, если вам прыгать некуда Это уже от вас зависит Это приведено здесь для того, чтобы вы понимали Что, в принципе, контролируя сообщение Вы можете сделать что угодно То есть, можете сделать сообщение Условно пнуть бомбу И тогда бэкэнд, если с вами рядом есть бомба Условно говоря, отправит ее по какому-то вектору В перемещение на некоторое количество времени А это все от клиента приходит Да Клиент Это поток ввода клиента, так скажем То есть клиент совершает какие-то экшены Задача вот этого JS кода Конвертнуть эти экшены в сообщения вот такие То есть вы там нажимаете что-то на клавиатуре Или подошли к бомбе Или еще что-то случилось И вот это все нужно перевести в сообщения Которые будут отправляться на клиент А, точнее, с клиента на сервер А как часто? Ну, понятно А вот Вот это хороший вопрос Этим мы сейчас займемся выяснением этого Сейчас я расскажу про реплику То есть, соответственно, у вас есть еще возможность Получить реплику Тут что интересно Вы получаете каким-то образом реплику Вы ее дальше парсите Берете какой-то game object у вас получается И в данном случае у нас по этим game object Работает garbage collector Соответственно, garbage collector убивает все объекты Которые вам не пришли из реплики У него есть какая-то логика Она, может, не совсем тривиальная То есть ее нужно чуть-чуть подумать, чтобы понять Тут два экранчика, наверное В целом разобраться можно Если захотите модифицировать реплику Мы с помощью соки Мы сами действуем ведь клиентами Да И мы всю реплику отправляем целиком Да Один большой Если она не влезает Я уже такое видел То, соответственно, нужно как-то патчить Размер пакетов А можно только еще раз В чем тут реплики Если мы уже вот теми сообщениями передали Все изменения Эти сообщения ты отправил с клиента на сервер Вот А у тебя еще, например, еще три игрока Кроме тебя существуют в игре Они тоже что-то сделали И потом вот это взаимодействие тебе нужно назад прокинуть Еще один вопрос по поводу как раз взаимодействия То есть, предположим, у нас есть тик 1 десятая секунды Да За эту 1 десятую секунды на сервер приходит какое-то количество запросов Там на движение и прочее Да А сервер их обработал и, ну, значит, ждет всю эту 1 десятую Собирает всю очередь и затем обрабатывает ее Или как? Или он во время этого типа как-то обрабатывает? Да, сейчас я об этом обо всем расскажу Да, давайте теперь сначала разберем Бонус это, например, ускорение То есть вы поднимаете какой-то тайл Который на канвасе отображен И этот тайл дает какие-то бонусы Условно есть ускорение Бонус, который увеличивает силу взрыва И еще что-нибудь Так, самый интересный файл для нас, наверное, это тот, который осуществляет непосредственное подключение к нашему матчмейкеру А потом устанавливает connection с веб-сокетами игровой сессии Смотрите, здесь есть штука, которая позволяет получить сессионные ID от нашего матчмейкера функция Для этого она делает аяксовый запрос по данным, которые здесь написаны И есть какой-то кулбэк на успешную операцию Который уже делает нам connect to game server Соответствующим ID-шником Как только у вас выполнен коннект на игровой сервер Соответственно, прокидываются кулбэки на получение сообщений И они уже обрабатываются, это сообщение В частности, из этих сообщений вытаскивается реплика И в этот канал идут все сообщения о перемещении Давайте теперь по порядку отвечу на ваши вопросы Про отправку событий, которые произошли на клиенте на сервер На клиенте происходят события Он постоянно-постоянно пушит их на сервер Не думая ни о каком времени, ни о чем таком Соответственно, сервер отправляет реплику на клиент Контракт клиента заключается в том, что как только он получает реплику Он отрисовывает текущее состояние Что это значит? Это как минимум значит то, что для того, чтобы игра шла плавно Никуда там не дергалась У вас должна достаточно часто отправляться реплика С сервера на клиент Клиент у нас проигрывает только анимации Но при этом никак не управляет текущим положением объектов То есть при каком-то вводе с клиента мы только отправляем сообщение И вот в каком-то потоке вы получаете эти реплики Все отрисовываете, отрисовываете Сейчас мы будем разбирать, что в это время делает сервер Сейчас давайте представим, что сервер просто нам производит В каком-то порядке вот эти реплики Они, соответственно, валидные Приходят нам на клиент Мы все отображаем Их достаточное количество, чтобы ничего не моргало Кстати, вот о достаточном количестве У нас есть такое понятие, как FPS То есть количество фреймов в секунду И примерно мы будем держаться на уровне 60 То есть примерно 60 раз за секунду нам бы хотелось, чтобы к нам приходила реплика Соответственно, на каждую игровую сессию Серверу придется 60 раз за секунду посчитать вот этот стейт Который он потом будет отправлять каждому из игроков Вот смотрите У нас есть, например, 4 игрока Сколько стейтов вам нужно сгенерировать? С учетом того, что каждый из игроков управляет своим Своим павном или своим существом на этом в нашей игре Вот, 4 игрока, 1 игровая сессия Вот, сколько бы состояний вы сделали для отправки? А почему у меня одно не отправки? Да, если туман войны, то 4 А чем отличаются каждый из этих? Вот, например, вы отправляете одно Может ли что-то сломаться, что-то нарушится Или все ли хорошо? Нет, ну, я условно говорю Смотрите, важная вещь в том, каким существом вы владеете То есть их у вас по умолчанию 4, например, или 2 То есть игрок 1 каким-то образом управляет павном 1 А игрок 2 управляет павном 2 И вам бы хорошо об этом вообще-то знать Каким-то образом и на клиенте хранить эту информацию В частности, для этого мы сделали сообщение, которое называется позес Где оно находится? Вот, позес Оно будет отправлено каждому из клиентов С информацией о том, каким существом он управляет Соответственно, в это существо у вас будет проставлена маркировка То, что он позест Вот, видите? Просто какое-то булионовское значение выставляется True или false То есть, например, зачем это нужно? Вы знаете, что если вы куда-то идете Вам бы неплохо проиграть анимацию на этом существе, которым вы идете Повернулись влево Проиграли на себе анимацию поворота влево Поставили бомбу Проиграли анимацию установки бомбы Прочее, прочее А на других игроках Ну, вам как бы все равно на них Можно не проигрывать никаких анимаций И ничего такого Или, например, вот раньше у нас был звук Правда, сейчас я его убрал То есть, first person звуки и third person звуки То есть, от первого, от третьего лица тоже можно разное проигрывать Соответственно, с вот этими штуками Или, например, вам пришло сообщение о том, что какой-то игрок умер У вас должно отличаться сообщение Если это умерли вы Или если это умер кто-то другой Вот, вкратце, примеры Ну, давай 60 раз в секунду должны для каждого игрока генерировать его Рендерить, да 60 раз в секунду А почему бы не просто на клиенте проверять состояние? То есть, вот у нас, предположим, есть клиент И он знает, что Сейчас Что он под номером, предположим, 4 И он, соответственно, уже в той модели, которую он получил Проверяет себя и тот объект, который под номером 4 Он присылает сообщение по ZES Ну вот, мы так и реализовали Нет, он предлагает делать одну То есть, вот, круглый, один шаблон для всех 4 Но уже на клиенте Если вот, как бы, тебе в начале игры ты 4 То есть, у тебя как раз-таки твоя анимация поворота будет срабатывать А для других она, ну, там, будет работать иначе То есть, отправлять сразу всем много информации Да, всем мы будем Всем, ну, вот, его отдельные У нас одна реплика отправляется всем То есть, нет уникальных реплик, она одна на всех Просто у некоторых есть информ... Точнее, у всех есть информация, каким павном они владеют Вот Эта информация была прислана через сообщение по ZES Ну, с вами хотел поговорить Ну, и к тому, что если вы будете, соответственно, оптимизировать реплику То вы можете так ее дооптимизировать, что будете отправлять каждому свою Логично же Если что-то произошло, актуальное только для вашего игрока Вы можете отправить только вашему игроку это сообщение Вот Ну, пример могу простой привести Если вы взяли бонус, который увеличивает размер вашего дамага То есть, количество клеток, на которые бьет ваша бомба Вы можете отправить своему игроку информацию об этом В то время как всем остальным это будет не нужно А ему это понадобится в следующий раз, когда он будет анимацию взрыва отображать Условно говоря, вот, такой может быть пример Погнали, теперь посмотрим какой-нибудь хотя бы объект Какой хотите, бомба, огонь Игрока, давайте посмотрим игрока А еще все отрисовывается То есть, это не какие-то картинки заготовленные Это все рисуется, ну, сразу не клиента Все рисуется на клиенте То есть, визуальные ассеты все находятся на клиенте Есть некоторые типы из них Например, картинка Она же известная как Bitmap Есть анимация Это, соответственно, переход из картинки в картинке Есть какая-то подложка Она тоже состоит из некоторых элементов В общем, можно воспринимать это все как попиксельная прорисовка Если коротко Вот, например, смотрите Я вам сейчас один из ассетов покажу Это наш игрок Не могу ближе сделать, могу Соответственно, это состояния какие-то Их 17 штук Вот это мертвый игрок последний самый Например, для того, чтобы идти вперед Нам нужно последовательно проиграть С первого по четвертый в первом ряду Вот эти тайлики То есть выставили одну ножку вперед Пришагнули, выставили другую Пришагнули назад И циклично их играть, если мы идем вниз, например Вот так построена в нашем случае анимация Это нам позволяет библиотечка делать Давайте рассмотрим игрока У нас есть какой-то айдишник И у нас есть по умолчанию полечка Которая говорит, мы живы вообще или нет Айдишник нам нужен для того, чтобы понимать Какой объект какому соответствует при репликации И к тому же это еще помогает нашему Гарбач коллектору довольно быстро все собрать Весь мусор и удалить его с нашей панели Ну, гарбач коллектор это не такая мощная штука Как в Java, разумеется Это просто нечто, что позволяет нам Убить неиспользуемые объекты Вот, и здесь есть еще, соответственно, загрузка Нашего битмапа И позиционирование его на канвасе То есть есть x, y Это позиция, где мы отрисуем вот нашу Девочку, которая была загружена Где-то здесь В нашем Game Engine То есть у нас есть ресурс Мы его загрузили И потом мы уже, когда какого-то конкретного Игрока создаем Кладем его на нашу палитру Примерно так это работает А, вот, соответственно, у вас есть некие анимации Здесь есть их скорость Есть их название Вот это все Если у вас будут вопросы по клиенту Пожалуйста, задавайте Мы очень рады всем мерш реквестам Которые вы делаете в клиент Не надо принимать стиль написания кода Который здесь приведен как какой-то идеальный И соответствующим всем нормам и стандартам Это написано достаточно на коленке Но вы можете помочь нам и себе улучшить это И прокачать свои скиллы в том числе Ну смотри Ну это все классно Но я не уверен, что Среднестатистическому студенту Нужно меньше 8 часов на изучение React А я как бы не очень хочу вас на несколько Что еще раз? JavaScript изучать лучше, чем я Да, JavaScript не надо изучать Ты просто берешь и пишешь какую-то фигню Потом выкидываешь, если она не работает А если А кстати, я хотела спросить Расскажите сакральный смысл War self равно this War self равно this Не вижу Сейчас Есть Есть такие штуки, называются callback Как только вы попадаете в callback Это значит, что у вас может измениться this This это ссылка на себя Соответственно, для того, чтобы не попасть В такую ерунду, что вы пытаетесь оперировать одним this А на деле получается другой Иногда нужно его переименовать То есть использовать this под другим именем Грубо говоря так У нас нет типизации здесь Что? А с чего ты взял? А на что указывает this в каждый момент времени? На себя, на суп, на себя А ты Ну вот сейчас ты один, а завтра ты другой На какого тебя указывает this? Вот так же примерно в callbackе Так это ж не ява, это же JavaScript Ладно, вот я хочу спросить, только мы чуть не по теме Смотрите Просто про ява-скрипт Прямо у меня немножко подгорает с него Дело в том, что, например, у меня есть там фейт какой-то И я хочу положить его данные из жильцов Как мне это сделать? Как вы используете явовский путь, где есть какие-то перетумки Перемены, которые нужно впихнуть в конкретные числа Я в JavaScript такого нет Можно использовать Replace Но это коммунистейший кассир Как сделать JSON в JavaScript? Как засунуть строку данные Строку данные? Да Просто пишешь что-то плюс что-то плюс что-то плюс что-то Это получается у тебя строка Как две кнопки То есть у меня есть комплект, как вот я, например Я нажимаю точек формат, стрим формат Ну слушай, по таким тонкостям я тебе не подскажу Я не специалист в JavaScript Вот я вам уже что-то и говорю, что React чуть проще, чем в JavaScript Ну нет, я с этим не соглашусь, но это не тема лекции Окей Можно я этот вопрос? Да Вот сейчас мы будем смотреть как раз на модель времени Когда мы что делаем Сейчас это все разберем То есть еще раз смотрите, какие у нас сущности есть Это игрок, бомба, огонечки, тайлы, которые у нас Либо дерево, либо там песочек какой-то, трава, либо что-то еще И есть бонусы, которые вы уже сами можете насоздавать, если захотите Ассеты есть внутри репозитория Есть Game Engine Это базовая механика и рендер Input Engine, который поддерживает у нас обработку всего того, что вы понажимали И есть сеттинги кластера, которые отвечают за то, где у вас матчмейкер находится Где у вас находится клиент Точнее не клиент, а где у вас геймсервер И могут отдать вам валидный URL с протоколом То есть либо WebSocket, либо HTTP Что значит, где находится URL? Что где находится URL? Что он делает? Кластер сеттинг Кластер сеттинг — это всего лишь файлик с данными И пара методов над ними Вот еще раз я его покажу Кластер сеттинг У него есть инфа, которая характеризует геймсервер и матчмейкер Соответственно, протокол, хост, порт, пасс Который вместе складывается в идентификатор этого сервиса Вы каким-то образом обращаетесь по идентификатору этого сервиса Когда вам нужно до него достучаться Коннектитесь, получаете от него, отправляете на него реквест Вот это все А вот можно еще вопрос По поводу фаста сеттингом Там было указано два порта 8.8 и 8.90 Мы когда будем делать, мы все на 1 порта будем делать? Нет Во-первых, у вас не факт, что это будет локал хост Нам бы очень хотелось, чтобы вы задеплоились на какой-нибудь хостинг Типа Амазона Да, чтобы вас заблокировали Соответственно, у вас там физически будут разные порты Если вы будете, даже не разные порты, у вас будут разные какие-то адреса Не будем вдаваться в тонкость И вам на них нужно будет как-то стучаться Вот Это все вы забьете в этот инстанс фронтенда То есть на клиенте мы понимаем, что у нас более-менее происходит Нам осталось разобраться, как же сервер нам будет отдавать вот эти 60 раз за секунду нашу реплику И такое понятие, которое называется модель времени Ваш сервер должен разгрести в каждом из тактов, тиков, которые он совершает Всю очередь сообщений, которые вы ему прислали со всех клиентов Обработать их и отдать назад в реплике Соответственно, у вас каждый раз было прислано разное количество сообщений Ну и просто у вас, возможно, когда-то нагрузка сервера чуть больше Когда-то чуть меньше, много факторов Это значит, что каждый раз у вас время обработки всего этого будет отличаться Ну и ваша идея Вообще, например, 4 игрока вам присылают какие-то сообщения в нашей игре А вообще долго обрабатывать всю инфу от них? А как у нас с района вы сказали на обработчик? Ну, 5, например Ну ладно, на одну игру один обработчик механики И какой тик по времени? Ну не знаю, сколько тебе нужно Ладно, не тебе Сколько машине, например, нужно времени для того, чтобы вот это все обработать А тиков, реплик у нас должно быть 60 в секунду Выдано То есть легко уложиться будет в нашей игре вот в такой предел? Или нет? Или, допустим, мы можем только 30 отдавать в секунду? Нет, ну скорее всего в нашем простеньком варианте будет не очень сложно Вот, но если еще создавать всего лишь одну модельку И всем отправлять копию этой одной модели На самом деле в нашей игре можно было бы отдавать, ну, наверное, тысяч 10 реплик в секунду Если я правильно помню замеры Но вот мы будем отдавать 60 То есть скорее всего нам хватит ресурсов На какой бы тачке мы не запускались То есть еще раз У нас все это занимает разное количество времени Давайте посмотрим в коде примерно, что и как у нас делается Это наша девятая лекция Классы ticker и tickable Для начала tickable Соответственно, любой игровой объект, который может изменяться Должен быть tickable для того, чтобы в нем каким-то образом эти изменения применять И, соответственно, эти изменения должны происходить в момент его тика Которому будет передано время, которое прошло на самом деле Давайте разбираться Теперь ticker В этом классе есть у нас какие-то константы Наш FPS, соответственно, он переходит в наш frame time Есть какой-то игровой цикл С какой-то синхронизацией внутри трэдов То ли не синхронизацией Сейчас мы разберем это, что такое Далее, что у нас происходит У нас есть некий момент времени, когда мы стартовали обработку конкретного тика Есть момент времени, когда мы закончили обработку этого тика То есть провели функцию act И вычислили, сколько времени у нас заняла вся эта обработка Соответственно, мы отдаем 60 кадров в секунду Это значит, что у нас вот этот elapsed time, скорее всего, будет меньше времени вот этого frame time Что же это для нас значит? Что, ну все, сервер выполнил свою работу, больше ничего не надо делать Давайте мы поспим оставшееся время То есть мы запаркуем наш поток Примерно так это выглядит На время, которое осталось до конца нашего А потом мы скажем, что хопа, тик у нас завершился Давайте теперь перейдем к следующему То есть что произошло? У нас фактически есть такой круговорот В котором мы какое-то маленькое время или немаленькое Выполняем наши действия Потом спим все оставшееся время до конца фрейма И так много-много-много раз Пока наша игровая сессия не завершится Мы логируем это, да Ну, если нам не хватает времени Это у нас большие проблемы То есть вряд ли мы с этим что-то можем сделать Либо у нас сетка проблема Либо у нас проблема с тем, что мы просто плохо игру написали Руки у нас не такие И просто это все не будет работать Значит, надо работать либо с архитектурой процессора как-то Либо какие-то оптимизации в игре делать Либо еще что-то Ну, конечно, вы сможете это как-то обработать Во-первых, можно делать некие прерывания по времени Если у вас это все не отработало Во-вторых, можно чуть попозже отправить Вашу реплику на самом деле здесь Чуть попозже отправить Это не значит, что что-то криво произойдет или не произойдет Это значит просто, что ваш клиент, скорее всего, начнет логать каким-то образом То есть ему реже будут поступать ваши данные Но все равно они будут как-то поступать Если более-менее нормально написана функция вот эта act Давайте немножко посмотрим, что она делает Функция act очень простая Все, что она делает, это она берет все tickable объекты и тикает А это последовательная обработка здесь? Ну вот, значит, последовательно, да То есть вообще, как я говорил, у нас внутри одной игровой сессии Вся игровая механика, а вот эти act относятся к игровой механике По большей части, тикане Она обрабатывается внутри одного потока А collapse, да, это какой-то long, который представляет собой время Давайте сейчас немножко пройдемся по клиент-серверному протоколу И идее его реализации То есть полной реализации мы вам не даем Есть некие наметки Их можно использовать, можно их выбросить И писать что-то свое Это уже ваше дело Соответственно, у нас используется протокол веб-сокетов И пересылается по нему все в формате JSON Вы можете выбрать любой формат Будь то бинарный Можете просто как-то compression на эти строчки делать На JSON или на что угодно другое Если соберетесь оптимизировать реплику Но пока у нас все это в формате JSON сделано Клиент может отправить на сервер Информацию о передвижении, информацию о установке бомбы Или же, например, информацию о том, что он прыгнул Это не знаю, к чему отнести здесь Соответственно, сервер отправляет на клиент реплику Информацию о позессе и события окончания игры Вот примерно так выглядит сообщение о передвижении То есть тут есть direction Есть topic И direction находится внутри даты Direction, соответственно, вот перечислено PlantBomb очень простое сообщение Possess Здесь вам передается в дате ID-шник персонажа, которым вы управляете И реплика Вот тут у вас огромный какой-то объект Который Массив объектов Каждому из которых есть что-то Например, тип стена ID-шник 16 И здесь вот его позиция выставлена Можете посмотреть это, пролистать И еще есть статус Закончена ли игра Это false, например Теперь посмотрим примерную идею того Как могла бы быть имплементирована ваша сетка Давайте посмотрим сначала на класс сообщений У вас есть topic У вас есть какие-то данные, дата И есть какой-то JSON creator Меточки, как это все будет создаваться Соответственно, есть перечислимый тип Topic, в котором вы указываете все, что у вас может произойти Далее Интересное Интересное У вас в какой-то момент происходит соединение То есть Так, секундочку К вам подсоединяется очередной клиент В данном случае мы предлагаем использовать такую стратегию Вы взяли этого клиента Положили в какую-то Concurrent HashMap, например Которая поддерживает у вас многопоточность Потому что клиенты к вам будут стучаться И обрабатываться как-то в отдельных потоках Положили его Положили сессию И положили какую-то информацию о плеере Все Вы сохранили его данные То есть у вас держится connection И есть инфа о плеере Дальше в какой-то момент вы Генерируете вашу сессию Вы забираете некое определенное множество коннекшенов И перенаправляете их в игровую сессию Что вам нужно уметь? Например, вам нужно уметь делать Бродкаст Какого-то сообщения На людей, которые у вас есть в игровой сессии В данном случае это делает с функцией именно broadcast Которая для Каких-то всех ключиков Отправляет некое сообщение В сессию делает send И делает на эту сессию Рассылку сообщения Отсылка это очень простая функция У вас проверяется Открыта ли сессия Если она открыта Вам посылается сообщение И ничего не делается Если у вас выпадает ошибка Но вообще-то неплохо было бы что-то делать Соответственно, есть какой-то параллелизм Level Для того, чтобы Это все делать в параллели Можете это все посмотреть И есть некий message broker Задача Месседж брокера Достать сессию И отправить в нее какой-то Точнее из session pool У вас достать какую-то сессию И кинуть В нее какое-то сообщение Или получить какое-то сообщение И в данном случае переработать его Из какого-то JSON формата В сущность, которая называется message Дальше по этой сущности message Будет идти определение К какому классу сообщения Оно относится по его топику И соответственно будут применяться Какие-то действия Вот, например, вы получили message У него есть какой-то топик Вот как лучше всего Дальше его обрабатывать Вот, получили вы Что делаем? Какую структуру Какую в полу используем Для того, чтобы обрабатывать? Очередь Очередь? Что? Нет Но JSON это же Нет, нет, нет Сообщение у вас уже вот в таком формате Message Вот такое У вас есть топик У вас есть какая-то дата Вы получили Что дальше делать с ним? Ну, покидать по функции В зависимости от топика В зависимости от топика То есть надо как-то замапиться Похендлить топик И засунуть в соответствующую функцию Обработку этого сообщения Приведя какие-то типы, возможно То есть такая идея Да, на самом деле А теперь Еще раз Вернемся к нашему Нашему тикеру То есть смотрите У вас была очередь сообщений Вы достали из нее эти сообщения Все, которые были к тому моменту присланы Вы их достали И другие уже не берете Дальше вы их как-то обрабатываете Складываете данные назад В ваши объекты Из этих объектов Делаете реплику И отправляете ее назад Вот ваш цикл Один обработан Ваш один тик Вот примерно так Это должно быть устроено После этого переходите К следующему тику И так далее 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 Вопросы какие-то по этому есть Можете повторить Вот то, что вы сказали На последнюю минуту Ну, про цикл Обработан Да Смотрите У вас есть очередь В которой скапливаются сообщения От ваших пользователей В вашей сессии Вы выгребли из нее сообщение В момент Когда вам нужно будет обрабатывать Ваш тик Следующий Вот К какому-то моменту У вас идет обработка тика Вы выгребли все сообщения Теперь все сообщения Отдаете на обработку То есть у вас просто есть Какие-то изменения Которые нужно применить Условно говоря Как это применять Ваше дело То есть Например Давайте разберем На примере одного сообщения У вас Какой-то игрок получил Сообщение От него пришло сообщение Move Например, вниз Что делать? Как это обработать? Есть несколько вариантов То есть Первый вариант Считать, что он двигался вниз На протяжении всего тика Это достаточно логично Тогда Это накладывает на нас Следующее ограничение Это Во-первых Значит, что мы будем Обрабатывать Ровно одно сообщение О передвижении От каждого клиента За один тик То есть Какое из них будет выбрано Это уже ваше дело Второе Это значит Что нам его нужно Подвинуть В соответствии с Временем тика То есть У него будет какая-то скорость Когда он движется Как она задана Это уже другой вопрос И он двигался Какое-то ограниченное время тика И на этот Дельту Его нужно перенести Если мы Соответственно Идем То мы Когда игрок Останавливает движение То должны ли мы Отправлять То, что мы Остановились Нет Вы отправляете Факт вашего Передвижения То есть То, что вы Идете Вы отправляете И каждый раз Ваш клиент Обновляет Это действие Нет На клиенте тиков нет На клиенте нет тиков На клиенте есть Обработка сообщений А мы это за вас уже сделали Это написано Просто нужно посмотреть В input engine Штуку Как реализовано Нужно это посмотреть То есть Есть стандартная реакция На нажатие клавиш Есть Реакция на нажатие Есть реакция На то Что вы ее отпустили Есть Такая штука Как повторить Это Если клавиша Еще зажата Например Вот В таком контексте Рассуждайте Так вот Получили мы сообщение Двигаться вниз И как можно Нам подвинуть Нам У нас есть Я могу придумать Две стратегии Как минимум Как это сделать Первая Взять Просто И подвинуть Человечка Сразу Как только мы Получили сообщение И в тике Тогда непонятно Что делать Не важно Что-то сделаем С ним Координату Обновим Не знаю Второе Это когда мы Получили сообщение Выставить его скорость А уже в тике Эту скорость Преобразовать В Новую координату С учетом того Сколько времени У нас занимал тик Вот Две такие стратегии Есть Какое вы будете Придерживаться Дело ваше Вот Надеюсь Стало понятнее То есть Вы разгребли Все эти сообщения Какой стратегии Вам удобнее А дальше Что-то выполнили И отдали Новое состояние Объекта Вот Примерно Так должен Выглядеть Ваш цикл Обработки И Да Но вы их уже Обработаете На следующем тике Да Где же Где же Где же Я сейчас картинку Я сейчас вам Картинку покажу Вот Здесь все есть Здесь на примере Есть Connection Handler И Есть уже Input Queue В эту Input Queue У вас поступает Из Connection Handler Сообщение Которое Туда Засовывается От соответствующих Игроков Которые Участвуют В этой Сессии Клиент Connection Handler Input Queue Вот Input Queue В какой-то момент Забираются все сообщения Которые есть На тот момент Когда мы Начинаем Обработку тика И Дальше На следующий тик Остальные Заходят Так Погнали Теперь О таске Поговорим Финальном Соответственно Что вы делаете Вы Делаете Сервер Берете Создаете Себе Какой-то Бранч Какую-то Веточку И Начинаете С чистого Листа Вашу Разработку Создаете Директорию Там Делаете Ваш Геймсервер И Запускаете Его И он Должен У вас Прекрасно Работать С Уже Существующей Инфраструктурой Которая У вас Есть И С Фронтендом Который Мы Вам Дадим Через Какое-то Время Он Должен Заработать Когда Вы Напишите Хакатона У нас Нет Сегодня Все На этом Тогда Мы Заканчиваем Спасибо Сейчас Переходим В Другой Лекции